Музыка Нет ничего важнее семьи. Я сама родом из Вязи, это 300 километров отсюда, небольшой городок. И когда я была студенткой, я мечтала, чтобы... Ваши Гордеевы, как всегда, на высоте. АТО. Самый ценный актив нашего архитектурного бюро. Сегодня мы открываем не библиотеку, а самый настоящий семейный клуб. Я благодарна именно Новгороду за то, что нашлось место для этого здания и администрации, за то, что помогали со стройкой. АТО. 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 Да. Гордеева. Кто потерялся? Дочка? А сколько лет? Так, какой у вас адрес? Еду! Ну вот сейчас, мамашку, дождемся. Здрасте. Здрасте, мамаш. Спасибо. Это я, Лиза, помоги мне, пожалуйста. Мамочка, прости, пожалуйста, что я потерялась. Ну, не потерялась, а не досмотрела твоя родительница. Ребенка одного оставила, опять же, опасности подвергла. Будем заводить дело. Что? Стадия 156. Неисполнение родительских обязанностей. Все правильно. Я страшно виновата. Доченька, ты, пожалуйста, больше не убегай одна в автобус. Первой не запрыгивай. Да, мамочка, ну ты же сама меня всегда учила старушек пропускать. Ты же сама бабушке какой-то помогла залезть. Да, двери автобуса захлопнулись, и он уехал. Я страшно перепугалась и побежала на другую остановку. А я вышла в обратную сторону, тебя пошла искать. Так заблудилась. Да, я тебя больше никогда-никогда одну не оставлю. А мы будем за руки держаться. Крепко-крепко. Вот так. Даже дома. Конечно. Ну, подождите чуть-чуть. Сейчас дядя скажет, что с нами дальше будет. Нужно, наверное, бумаги какие-то заполнить. Дело на нас будут открывать. Ладно. И идите уже. Читайте, а делали с легким испугом и устным предупреждением. Спасибо большое. Ты меня спасла, тетя Соня. Мама твоя где? Уехала. Тебя одну оставила? Ну, она скоро переедет. Как давно Оли нет дома? Пару дней. Три с половиной. Ты сюда маму искать приехала? Угу. Одна? Ну, это же просто. Села в электричку, потом на трамвае каталась. А потом... Потом я потерялась. Расстроилась, заплакала. И ко мне полицейские подошли. Я им твой телефон дала. Абонент временно недоступен. Ну, а папа? Он тебя что, отпустил одну? Папа на маму сердце, потому что они развелись. Папа не хочет забрать эти. Права родительские. Вот. Поэтому ему вообще ничего говорить нельзя. Он меня к тебе заберет. А там это галка дурацкая. Какая еще галка? Ну, невеста его новая. Не хочу с ними жить. Понятно. Поехали. Давай мороженое купим. Тебе мама разрешает мороженое? Мама мне все-все разрешает. Кто бы сомневался? Ты тоже думаешь, что мама безответственная? Ее все только ругают. Лиз. Нет, я думаю, что твоя мама самая лучшая на свете. Зайка, ну ты чего? Ну, по-моему, так соскучилась. Я уверена, у нее что-то произошло. Она скоро вернется и все нам объяснит. А вдруг с ней что-то плохое случилось? Мы ее обязательно найдем. Все будет хорошо. Не плачь, котенок. Давай я закрою. Пойдем. Ты бабуля не говорила, что мама уехала? Бабуля старенькая, мамам запрещают ее волновать. И Жанне Никитичу тоже нельзя сказать. Ого. И чем наше захолустье обязано приезду городской знаменитости? Привет, тетя Джан. Решила вдруг с сестрой помириться? А Ольга с порогу повесила на тебя ребенка? Мы к бабушке Лени приехали, тетя Джан. Спасибо, кстати, что присматриваешь за ней и разрешаю жить у тебя. Держит от меня оборону в зарослях сорняков. Но я не сдаюсь. Пирог вон вишневый спекла. Если пустит, буду кормить. Пойдешь к тете Джанне за пирогом? Мария, за мной. Сначала сама кусок съешь, потом к бабушке отнесешь. Давай. Не сейчас, Жанна. Собочка моя бабуля. Ой, то праздник какой-то я запамятовала. Вот он, Альцгеймера-то, которым нас стращают. Да нет, бабуля, никакого нет праздника. Ты в порядке. А что тогда? Что случилось? Ты ж к нам только по большим праздникам. Да и то на пару часов в подарки, да деньги мне всунуть и упорхнуть опять. Бабуля, ну вот, ты же сама все прекрасно понимаешь. Нет, не понимаю. И понимать не хочу. Потому что я вас обеих люблю. И не могу не на чью сторону встать. Вот от сердца одну девочку оторвать ради другой. А где эта другая-то, кстати, ты не знаешь? И давно ее нет? Четыре дня. Это рекорд для нее. Она раньше Лизу никогда больше, чем Надя, не оставляла одну. Звонила каждую минуту. А теперь у нее телефон отключен. Она в Новгород на вокальный конкурс мечтала поехать. Готовилась очень. А потом передумала. В ресторане вроде не отпустили ее с работы-то. А вдруг спонтанно собралась. А наша натура страстная. Темпераментом в маму пошла? Так запросто дочь бросить. Бабуль, ну прости. Ты меня прости. Старая я стала за Лизой присматривать. Но поверь, твоя помощь надолго не понадобится. Где это, интересно, твоя мать, что у нее связь не ладит? У нас связи. Сеть везде отличная. Наверное, телефон сел. Ну, только я и со вчерашнего дня дозвониться не могу. А у нас на носу родительское собрание. Скажи мне, пожалуйста, что у тебя было сегодня на обед? Снова пицца? Мы суп ели. Борщ. Да ладно. Неужели дома обедали? Угу. И во сколько? Днем. В два. В два? Вружка. В два я видела твою мать в магазине. В каком? Не в каком. Я тебя проверяла. Ничего ты не знаешь о том, где сейчас твои дети. Кому вы звоните? Твой отец имеет право знать, что ты сейчас тетка, его бывшая неизвестно где. Жан, не надо ему звонить. Жан. Пожалуйста, пожалуйста. Артем, добрый вечер. Это Жан. Лизун, как дела? Пап, не переживай, мама скоро вернется. Здравствуй, Софья. Позволишь пройти? А ты совсем не изменилась? Изменилась, изменилась. Даже не представляешь, на сколько. Сколько мы не виделись? Восемь лет? Да, это было в прошлой жизни. Когда мы были юными, влюбленными дуралеями. Ну, дурой-то в итоге оказалась только я. Ты была идеальна, а я совершил ошибку. Да ладно. Переспал с моей сестрой за два дня до нашей свадьбы. Анна, возьми ты заберемен. С кем не бывает? Ты к Лизе приехал? А так иди к ней. Папа, ну пожалуйста. У меня здесь комната своя. И школа вот тут рядом. А тебе полчаса в автобусе пестись. Я буду тебя на машине возить? Ну почему? Почему нельзя пожить с тетей Соней, пока мама не вернется? Можно. Тебе все можно. Лишь бы ты улыбалась. Ура! Супер! Когда мама приедет, мы вместе сядем и серьезно поговорим. Договорились? Угу. Принцесса спала в своей башне много-много лет. Однажды в щелку приоткрытого окна влетела птичка-невеличка. Птичка была очень умной. Она догадалась, как несчастна принцесса. Она полетела к принцу и чирикала под его окном день и ночь, пока он не пошел за ней. Когда принц увидел принцессу, он понял, что любил ее всю жизнь. Принц поцеловал любимую, и она проснулась. И жили они долго, и было у них много детей. И стали они самой счастливой семьей на свете. Все, что нашел в холодильнике, а там было не густо. Голодная, наверное? Да нет, спасибо. Сейчас как-то есть не хочется. А ты куда? В ресторан. Ну, приятного аппетита. Я дождусь тебя. Я дождусь тебя. Оленька. Оленька. Ты над могилою коре, сияй моя зверя. Девушка, у вас все в порядке? Нет. Все не в порядке. Все совсем не в порядке. Простите, пожалуйста, мне очень важно знать, куда уехала ваша основная певица Ольга Гордеева. Она уволилась три месяца назад. Как? Со скандалом. Сказала, что достойно большего побила посуду и пожелала заведению сгореть дотла. Вы не знаете, может быть, у нее были какие-то проблемы в личной жизни, или... Вы заказывать будете? Если нет, освободите столик. Пожалуйста. Ты знал, что Оля с работы уволилась? Она теперь еще и безработная. Почему же она врала, что она ходит на работу каждый день? Что с ней вообще происходило в последнее время? Я понятия не имею. Мы с ней в состоянии холодной войны с самого развода. Что-то плохое случилось. Я чувствую, что-то случилось. Я ее всегда чувствовала. Мы же с ней родились с разницей в семь минут. Но я все равно старшая. Я должна за ней приглядывать. Я в полицию пойду. Ага. А потом она вернется, и к нам тут же заявятся органы опеки лишать ее материнских прав. А разве тебе это не на руку? Лиза меня не простит. Она будет считать, что это я организовал. А так я смогу мирным шантажом договориться, чтобы Лиза жила пополам у меня и у Оли. А невеста твоя не будет против? Это Галкина идея. Она мировая баба. Понятно. Ничего тебе не понятно. Соня, давай поговорим. Пожалуйста. Я устала. Пойду спать. Поехали. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лизонька, ты удивительная. Я знаю, что мама тобой очень гордится. А я восхищаюсь. Ну, беги. Эй, подожди меня! Мне так много экспрессии. Не думаешь ли ты, что это Ольга расшатала девочке нервы своей излишней нервозностью? Это ты как ее двоюродная бабушка интересуешься? Или как директор школы? Как директор я бы с тобой и разговаривать не стала. А вот как твоя старшая мудрая родственница, я тебя приглашаю сегодня в гости. У нас будет дамская чай пить. Будут лучшие леди города. Я боюсь, я недостаточно леди для такого мероприятия. А это не важно. Мои девочки могут знать, где сейчас находится твоя Ольга. А можно не плодить про нас сплетни? Знаешь что, дорогая? Совершенно неизвестно, чем сейчас занимается твоя сестра. Ее выходки могут бросить тень на репутацию моей семьи и карьеру моего мужа. Уверена, мэр в безопасности. Если ты не придешь, я займусь этим сама. И наверняка узнаю что-нибудь нелицеприятное. И уж поверь мне, я об этом молчать не буду. Начало в шесть. Не опаздывай. Фото Ольги Гордеевой у вас есть? Да. Подойдет. Мы сегодня отправим запросы на вокзал и в аэропорт. Попробуем отследить след на городских камерах, но это не быстро. Спасибо. Я надеюсь, вы ее быстро найдете. Вот здесь подпишите. Скажите, а можно пока неофициальное расследование начать? Не открывать дело. Вы серьезно? Вы что, детективных сериалов пересмотрели? Я младший следователь РУВД, а не частный детектив. Так, или мы оформляем все по закону, или больше не тратьте мое время. Всего хорошего. Да ладно. Фи-фи, ты что ли? Меня так только в школе называли. Ну, не узнаешь? А так? Кудряш! Глеб! Майор Кудрявцев собственной персоной. Ты совсем другой стал. Что? Больше не шарахуешь от всех, как дикарь, да? Нет, я не то имела в виду. Ну, ты просто как-то возмужал. Ты лучше скажи, что ты тут забыла. Сестру мою помнишь, Олю? Она пропала. Я надеялась, здесь помогут. А надо, оказывается, официальное заявление писать, а нам нельзя. Я боюсь, что у Оли проблемы будут. Пошли. Пошли, пошли. Билеты на поезд Ольга Гордеева не покупали. Ну, до Новгорода можно и на электричке добраться. Да, поэтому я запросила записи с камер на вокзале за последние пять дней. И связалась с новгородцами, чтобы они гостиницы проверили. Да. И пусть банки пришли, это все транзакции с карточкой. Глеб, спасибо. Софья, я хотела извиниться перед вами, что не выслушала вас. Я не знала, что у вас такая мощная протекция. Она была самая красивая девчонка во всей школе? Спасибо. Ага. И все парни из-за нее дрались. А ты дрался? Да какой там дрался? Я не общался ни с кем. Я же из детдома, поэтому не знал, как с людьми себя вести. Всю школу изображал глухо-немого. Хорошо, что ты достался мне уже, разговорчивым, напарником. Это, наверное, так круто, сильно влюбиться, видеть рядом этого человека, гадать, как он сегодня на тебя посмотрит. Знаешь, а я из семьи военных. Мы все время переезжали, и я десять школ сомнила. Так что не то, что в Тюрице, имена одноклассников запоминать не успевала. Жаль, что это прошло мимо меня. А ведь первое чувство, оно не забывается. Признавайся, кольнула у тебя сегодня. Ты ж знаешь, у мента нет сердца, только холодный разум и крепкие кулаки. Ну, значит, я пока не настоящий мент, раз способна что-то чувствовать. Это ищешь? Точно. Спасибо. Ну, как раз тебя ждали. Хотела сказать, что поисками моей сестры теперь занимаются профессионалы. Что ваша помощь больше не нужна. Это прекрасно, но помощь может понадобиться, когда она вернется. Поскольку ей придется измениться, а это очень непросто. Лучше это делать, когда рядом заботливые люди. Угощайся. Ты о чем? Тебя давно не было. Ты многого не знаешь. Ольга пила в последнее время, заводила романы. Честно говоря, впору было опасаться за каждого мужчину в городе. Предсказуемо, что муж не вытерпел ее измен. Говорят, она выходила из ресторана каждый день с новой пассией. Неудивительно. Так одеваться, как дешевая проститутка. Девочки, давайте будем мягче, добрее, нежнее. Все-таки Оля не виновата. Это, скорее всего, наследственное. А с генами бороться не так-то просто. Никто из вас не имеет никакого права осуждать ни мою сестру, ни мою мать. Всего доброго. Я же говорю, наследственное. Ну, наконец-то заждалась. Приветик, приветик. Как день прошел? Ничего. Ты голодный? Просто полная идиллия, как в рекламе. Ну, не так уж и часто эту идиллию тут и показывают-то. Наверное. Максим-то все больше на работе мэрской своей. За полночь приезжает. Жанка вроде всем довольна. Ну, мужем-то да. А со всеми остальными-то вечно на ножах. Мне постоянно выговаривают. Оля ее не устраивает. Маша-то моя тоже травила всю жизнь. Но тут хоть и за что. Максим-то сначала на Маши хотел жениться. Но она отказала, но он и переметнулся так-так к Жанке. Оля так на маму похожа. Может, Жанна в ней до сих пор соперницу видит. Ну, какой соперница, ей-богу. Они уж больше 30 лет женатые. Бабуль, а если мама от Жанкиной травли сбежала, почему она нас тогда не взяла с собой? Ну, ей тяжело было в моей Машеньке. Вы же без отца росли. Жанка все время брюзжала, что сестра двоюродная нагуляла неизвестно от кого. А тут шанс начать все с чистого листа. Муж хороший, могла еще детей ему родить. Она же написала, что в нее семья новая. Значит, любовь все затмила. Понимаешь? Да как-то не очень. Что-то мама раньше про эту любовь и не заикалась. И письма писала, и вернуться обещала. А потом в один день, простите, до свидания. Как так можно? Да, вы уж почти взрослые были. И Маша знала, что я о вас позабочусь. Да, я очень старалась, Сонечка. Да я знаю, баб. Неужели ты никогда не хотела маму найти? Она же твоя единственная дочь. Ну, неужели ты думаешь, что я не пыталась? Ну, конечно, я искала Машу. Но она, видно, на другой конец страны уехала. И фамилию сменила. Все сделала, что с чистого листа. Ну, не хочет она, чтобы мы ее нашли. И я уважаю ее желания. Даже если с ним не согласна. А может, Оля тоже сбежала? Как мама? Ты чушь-то не гради. Лиза, не торопись так. Я хочу спать лечь, чтобы быстрее завтра наступила. Как будем твой день рождения праздновать? Мама все организует. Мама мне обещала ветеринку во дворце. Я буду принцессой, она королевой. Золотые платья, короны, везде блестки в саду. А вечером свечи зажжем, и торт будем есть. Здорово. Лиза, а если мама все-таки приехать не сможет? Конечно, сможет. Она меня никогда не обманывает. Спасибо. Спокойной ночи, дядя Соня. Ну, где же ты, Оля? Ну, где же ты, Оля? Ну, где же ты, Оля? Сестренка, я по тебе ужасно соскучилась. Я в Новгороде. Встретимся. Я с Лизой. Не забудь поздравить ее завтра с днем рождения. Торт испеки. Я приеду вечером, если не отправят в Москву. Представляешь, я прошла первый тур конкурса. Я гениально и просто, и буду участвовать в столичной съемке. Немедленно приезжай. Прости, срочно нужно бежать. Абонент временно недоступен. Бежать ей нужно. Забеглась совсем. Да, Глеб, привет. Мне очень неловко, но, мне кажется, Оля нашлась. Привет. Привет. Давай, помогу. Да я уже закончила. Это ты сама все учинила? Очень красиво. Соня, я приехал спросить. Ольга точно писала о конкурсе? Гениально и просто. Ну, конечно, а что такое? Я позвонил организаторам. И в Новгород, и в Москву. Ольги Гордеевой в списках нет. Ну, может, она псевдоним придумала? Они уверяют, что у всех участников проверяют паспортные данные. Ты хочешь сказать, что Ольга наврала? Что она на день рождения сегодня не приедет? Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Я вижу, как ты за нее волнуешься. Помню, еще в школе вы были очень близки друг к другу. Да, знаешь, я пока все эти годы жила одна, все время представляла, что Оля рядом. Думала, что бы она посоветовала в той или иной ситуации. Честно говоря, сегодня я просто хочу увидеть Олю. Больше всего на свете. Понимаю. Всем привет. Привет. Знакомьтесь, Галя, моя невеста. Очень приятно. Соня, моя... Тетя-именинница. Поехали пообедаем? Не нравится мне вся эта история с Ольгой Гордеевой. Что-то здесь не так. Нужно объявить ее в федеральный розыск. Вечно ты оставляешь меня голодной. Ладно. Чур, я занимаюсь ориентировками, а ты на телефоне. Три, четыре. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Лиза! Тише, тише! Мама! Привет, Лиза! С днем рождения тебя! Я тебе дарю цветы из моего сада. Держи. И желаю тебе упорства и терпения, чтобы когда-нибудь не смогла вырастить такие же прекрасные цветы. У тебя подарок, детка. Это энциклопедия. Здесь есть ответы на все вопросы. Можешь задать книге любой вопрос. Что ты хочешь спросить? Когда мама уже приедет? Красота! Подождите, подождите. А где Лиза? Куда ты спряталась, малышка? Лиза! Здрасте. А ты чего здесь? Ну-ка, вылезай. Ты чего спряталась? Смотри, какой мы торт тебе принесли. Сейчас будем кушать. Я не хочу без мамы. Надо ее дождаться. А что это такое нам курьер принес? От мамочки, наверное. Ты посмотри, какой крутой планшет. Ты о таком мечтала? Нравится? Не нужно мне. Мне ничего не нужно. Оставьте меня в покое. Все повторяется. Оля как мама сбежала. Теперь будет только подарки присылать. Планшет-то я купила. Штраховаться решила. На случай, если Оля не приедет. Прочитала в интернете, что все дети планшет хотят. А то, что им мать нужна, там не было написано? Знаешь, я ведь притворялась всегда, что радуюсь маминым подарком. Видела, как ты расстраиваешься. Оля-то их даже открывать не хотела. А я тебя жалела. Думала, ты-то ни в чем не виновата. Мама тебя, как и нас, бросила. А помнишь, мама тоже нам все самое дорогое присылала. Только мне ее письма были дороже всего. А подарки эти... Да, Оля всегда уходила, когда мы Машины письма читали. Не хотела слушать. Категоричная она у нас. Ну неужели ей было так сложно сегодня позвонить Лизе? Открывай, говорю. Лиз, мне что, дверь ломать? Тем, Тем, ты чего? Ты чего буянишь? Мое терпение лопнуло. Ваша внучка совершила серьезную ошибку. Я не прощу ей, что она к Лизе на день рождения не явилась. Я забираю дочь и точка. Тем, угомонись. Но у Лизы и так тяжелый день. У нее стресс на стрессе. Ты ей сейчас еще одну травму обеспечишь. Соня, ну. Хорошо, если ты так считаешь. Это Оля? Нет, босс. Алло. Ну я же отгула взяла. Закончились. Да, я понимаю. Я не хочу вас погладить. Новый проект. Срочно вызывают на работу. Так. Ты едешь в Новгород. Я забираю Лизу. Кошмар какой-то. И Лизу бросить не могу. И работу потерять тоже. Давай так сделаем. Я поживу у вас временно. Ну, чтобы Лиза в знакомой обстановке в себя пришла. Мы с ней станем одной командой. И единым фронтом переедем потом. Единственная здравая мысль за весь день. Ты пойми, я должен здесь остаться. Я не могу оставить ее... Я не могу понять, зачем тебе здесь остаться. Это ненадолго, пока не найдется ее мать. Ну, как это зачем? Смотри, со мной ей будет намного спокойнее, и она не будет так переживать... Так, давай рассмотрим другой вариант. Пожалуйста. Какой? Давай ее заберем с нами. Она может с нами поехать. Нет. Прекрасно придумано. Да. Восхищаюсь. Слушай, ты так здорово прикидывалась наивной овечкой. А где ты его поселишь, интересно? Сразу в своей спальне или помучаешь сначала? Жан, может, хватит уже? Может, займешься своим мужем, наконец? Ты не поверишь, у нас все прекрасно. Вот даже заниматься нечем, правда. Достигли абсолютной гармонии и счастливы летим на автопилоте. Родная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Прости, что разбудил. Да, я не спала. Наша песня. Помнишь? Да, помню. Она играла на вокзале в тот день, когда я на каникулы приехала. Ты на меня налетел. Много у меня чуть не отдавил. А вместо извинений до дома довез. Да уж, знакомства романтичнее некуда. А я все пытаюсь представить. Как бы все сложилось, если бы я тебя не подвел тогда. Тогда бы Лизы не было. Она прекрасная. Тебе с ней очень повезло. А я смотрю на тебя. И безумно хочу снова на вокзале оказаться. Снова сбить тебя с ног. Переиграть заново. Завтра я уеду. И жизнь снова войдет в прежнюю колею. Но я не хочу. Мне хреново в этой колее, понимаешь? Все, чего я хочу, просто безумно хочу смотреть на тебя. Каждый день. Соня, ну я же не идиот. Вижу, что ты мучаешься. Все время думаешь об этом. Даже если это так, ты ничего не изменит. Прости. Можно с тобой? Пожалуйста. Я не буду тебе мешать. Честно, честно. Котенок, ну так не получится. Я буду целыми днями работать. Но я к тебе на следующего выходня и обязательно приеду. Алло. Оля нашлась? Как бы они было. КОНЕЦ КОНЕЦ Тело обнаружили грибники случайно под заброшенным мостом. Признаки самоубийства и множественные травмы. Вы готовы? КОНЕЦ Оля. УСМЕЦ Нашатырь! КОНЕЦ 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 Капа, кушай. А когда я умру, я встречусь с мамой? Наверняка. У тебя еще здесь очень много дел. Ты будешь жить долго-долго. А мама будет смотреть на тебя и радоваться. Я верю, что она наблюдает за тобой. А папа, он тоже умрет? Нет, что ты, дорогая. Папа просто очень сильно заболел. Но он скоро выпишется из больницы, будет восстанавливаться. И всегда-всегда будет с тобой. А ты тоже всегда будешь рядом? Я тебя никогда не оставлю. Как ты? Я каждый день об этом думаю. Я уже с ума схожу. Ну не могла. Оля сама. Вы ее не знали. Она жизнь любила. Она бы ни за что не сдалась. Она бы Лизу ни за что не бросила. Соня, успокойся. Присаживайся. Я уже переквалифицировал дело. Я считаю, что кто-то инсценировал самоубийство. Вот только улик пока нет. Да, но есть косвенные доказательства. При Ольге не было телефона. А СМС, которые вы получали, были написаны через несколько дней после ее гибели. Мы установили дату ее смерти. И, видимо, тот, кто отправлял, хотел, чтобы вы думали, что Ольга уехала. Сейчас ее телефон выключен, но как только он включится, мы его сразу запеленгуем. Да, убийца не рассчитывал, что это тело найдут. А потом он начал заметать следы. Ну, кто мог сделать такое? Что за чудовище? Чаще всего подобные преступления происходят на личной почве. Ваша сестра была яркой молодой женщиной. Нет, Оля, ни с кем не встречалась после развода. Может, она не хотела, чтобы родные знали? Боялась или стеснялась любовника? Надо опросить ее коллег. Я была недавно в ее ресторане. Пыталась что-то выяснить, и мне показалось, может быть, я себя накручиваю, но как будто бы официант, он был странный, что-то недоговаривал. Поехали. Я возьму бланки для протокола. Нет, не нужно. Не надо их толпой пугать, мы вдвоем съездим. А ты лучше еще раз записи с камер посмотри. Поехали. Оля всегда любила просто петь. Ей не нужны были ни похвала, ни слава. Ей нравилось петь, когда она одна оставалась. Он? Да, он. Здравствуйте. Хотите посмотреть меню? Чур, вы первый. Стоять! Вы что творите, блин? Из-за ерунды человека избивать. Я всего лишь карты и заказы проводил, а наличные забирал. Чего? Ну, на скидка действует 10%, если картой платить, вот так и набегает. Да я вообще-то об Ольге Гордеевой хотел с тобой поговорить. Она в наших схемах не участвовала. Чего вы мертвы прицепились? Что? Вы ее сестра, да? Она вам жаловалась на меня? Послушайте, я ее пальцем не тронул. Ухаживал, как мог. Вы что, к ней приставали? Я ее хотел, само собой. Я здесь не один такой. К ней каждый мужик приставал. Управляющий вообще заявил, если она не будет его любовницей, то пусть выметается. А она? Уволилась. Я бы сейчас все отдал, лишь бы она живой оказалась. Пусть не со мной, пусть с джипом этим. Каким еще джипом? Да, раз в неделю заезжал за ней какой-то. Из машины не выходил, шифровался, значит. Джип дорогущий, стекла тонированные, платная тачка. Оля в эти дни совсем потерянная была и плелась туда, как на казнь. Номера запомнил? Номера запачканы были, как обычно у бандитов. Бабуль, я тебе новые книги привезла. Бабуль, послушай, ты не замечала в последнее время, за Олей черный джип не приезжал? Может быть, отвозил ее или провожал? Я знала, что это добром не закончится. Ты о чем? Я давно подозревала. Это началось еще, когда Оля замужем была. Артем иногда отпускал ее ко мне. Она врала, что останется до утра. Уходила на всю ночь. На рассвете возвращалась и плакала. Я пыталась с ней поговорить, но она отвечала, что все нормально. Я виновата, что не стала лезть ей в душу. Наверное, сильное чувство было, раз не смогла с ним совладать. Думаешь, оно и убило ее, это чувство. Я думаю, ее человек убил, бабушка. Очень плохой человек. Соня, постой! Ты должна это знать. Я сначала собралась подключиться, сиделку там нанять. С санаторием договориться, все дела. А потом поняла, что вопрос-то щепетильный. Ну, из-за ваших с ним отношений. Я не понимаю, о чем ты? А я вот Галку отлично понимаю. Она, когда узнала о том, что Артема из больницы выписали, тут же собрала манатки и ускакала в тот же день. Она молодая, красивая баба. Зачем ей мучиться всю жизнь с инвалидом? Поженит, к счастью, они не успели. Ты хочешь сказать, Артем один остался? Вот только не надо делать вид, что ты не в курсе, ладно? Артем! 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 Ты с ума сошел? Тебе сейчас пить нельзя! Мне стыдно! Не хочу умереть! Артем, я тебе не дам сдаться. На, выпей воды. Давай. Давай умойся и собирай свои вещи. Мы уезжаем отсюда. Аккуратно. Я приношу одни проблемы. А теперь забрал у тебя комнату. Да, тебе здесь будет уютнее всего. А я пока в гостиной поживу. Мы когда поженились с ней, только в этой комнате жили. Я все пытаюсь вспомнить. Как это было? Чему радовались, зачем ругались. И в голове пустота. Зацепиться не за что. Как быстро все из памяти стирается. Как будто не было воли вовсе. Лиза, привет. Как дела в школе? Мне страшно. Вдруг я тоже забуду маму. Ее лицо. Как она обнимала меня. Как смеялась. Ну что ты, родная. Когда очень сильно любишь человека, с годами воспоминания о нем становятся только ярче. А папа, ему сейчас очень плохо. Он все видит в черном цвете. Давай вместе поможем ему выздороветь, да? Это мамин. Мамин мобильный. Думаете, нам подкинул этот телефон ее убийца? Ну, рано делать выводы. Пока это наша главная улика. Возможно, это угроза, чтобы нас запутать. Или, скорее всего, анонимное сообщение. Сообщение о чем? Не волнуйся, Глеб во всем разберется. Она всегда одна или с дочерью. На фотографиях нет даже бывшего мужа. У них конфликт был. Может быть, она в сердцах все стерла. Видимо, стерла не только его, а всех мужчин разом. Так, смотри, а вот контакт сестра, бабушка. А это кто такой, сволочь? Артем? Нет, это вроде не его номер. Глеб, я сейчас у Софьи Гордеевой. Ты можешь пока едешь пробить один номер? Я тебе сейчас его отправлю. Я не позволю тебе мне перечить. Ты поплатишься за свою наглость, трусливая шкура. Так, она не отвечала спустя месяц опять. Такая шкура, как ты, не заслуживает хорошего обращения. Ты всегда была шкурой, ей умрешь. Так, хватит. Как он посмел так разговаривать с моей сестрой? Вообще с женщиной. Так, ну что, пробил я этот номер. Контакт с волочью зарегистрирован на законопослушного деда. Умер он восемь лет назад. Такие номера, как правило, на черном рынке продают. И покупают их обычные бандиты. Или изменщики. Ну, чтобы скрывать любовницу от жены. Моя сестра не стала бы любовницей какой-то сволочи. Извините. Извини, мне надо ужин готовить. Соня, если тебе помощь какая-то нужна? Нет, спасибо. Ничего не нужно. Может, тебе с деньгами помочь? Глеб, спасибо. Мы ни в чем не нуждаемся. Тём, не проспи ужин. Лекарства надо выпить. Не хочу. Ничего не хочу. Мне тошно от твоей жалости. Жизнь давала мне шанс. А я все профукал. У меня была любовь. Могла быть, семья. То, ради чего можно жить. А теперь я не живу. Доживаю. Галя. О! Привет. Галь, я вообще тебя искала. Хотела лично поговорить, не по телефону. Надеюсь, не о нашем общем знакомом. О нём. Галь, Артёма сейчас очень непросто. Тяжело переживает ваш разрыв, скучает. Может, хоть навестишь его? Я понимаю, не хочется быть сиделкой при беспомощном. Да при чем тут это? Здоровый, больной. Все можно преодолеть. Кроме предательства. Как в анекдотах. Знаешь, я ведь готовилась его из больниц встречать. Напекла всего. Генеральную уборку затеяла. Ни к чему фанатизм такой, знаешь ли. За диваном я обнаружила стринги. Ну, может быть... Не может. Месяц назад не было их. Никогда не было. А тут завелись у нас труселя. Кружевные. Красные. В бабочках игривых. Я, конечно, не настолько затеянница, что в бабочках выступать. Но это не значит, что мне надо изменять. Прямо в нашем доме. Галь. Скажи мне правду, ты изменял? Кому? Невесте своей. Да не мне, Галине. Я что, по-твоему, кретин совсем? Надо постоянно на одни и те же грабли прыгать, да? Да я с Галки пылинки сдувал. На улице ни разу ни на одну девушку не посмотрел, чтобы она не обиделась. Ну, она мне рассказала... Она и мне много чего рассказывала. Я не удивлюсь, если она сама эти трусы подложила, чтобы повод был. Не любила она меня. Просто замуж хотела. Я всегда это понимал. Ну, думал справедливо. Я ведь тоже не люблю ее. Просто думал, подходит. Соня, я ведь... Я ведь всего один раз. Один раз в жизни. Да, одури... Тебя... Подожди. Что такое, Тема? Сердце? Садись. Я сейчас в скорую позвоню. Не надо в больницу. Не хочу. Позвони кардиологу. Телефон на рецепте, на холодильнике. Да, да, да. В миллиметре прошли от второго инфаркта. Я бы рекомендовал госпитализацию. Бросьте, Данила Алексеевич. Я ни за что в больницу не вернусь. В порядке я вон. Хожу уже. Скоро бегать буду. Вы понимаете, что в вашем возрасте больше половины пациентов не восстанавливаются полноценно с подобным диагнозом. В 27% случаев повторный приступ налетали. Но дело, конечно, за вами. Насильный я лечить никого не собираюсь. Доктор, вы нам только скажите, что нужно сделать. Мы будем стараться. Мы сделаем все, что необходимо. Хорошо. Медикаментозную программу я подкорректирую. Нужна диета, стол номер 10. И кардиогимнастика. Пожалуйста, побудь со мной. Просто полежи немного рядом. Продолжение следует... Не помню, как уснула. А я и не спал. Тобой любовался. Я уже забыл, как ты посапываешь во сне. Как маленький ежик. Тёма, я устала очень. Я не справляюсь. Надо что-то делать. Давай сиделку возьмем. Только мне неудобно об этом говорить, но я отпуск за свой счет взяла. Похороны, бабушка. В общем, денег почти нет. Давай пополам разделим. Соня, ну какой пополам? Это же мне сиделка нужна, а не тебе. Только у меня проблемы с бизнесом сейчас. Моя компания строит жилой комплекс по заказу города. И там жуткий перерасход возник. Мы в смету не уложились. Долги перед поставщиками. И строить нужно, иначе штрафы. Я крутился, как мог, до больницы. А вот сейчас рычаги отпустил, и всё. И денег нет, и стройка в Тар-Тараре летит. Впрочем, как и жизнь моя. А покажи мне спецификацию своего проекта. Зачем? Ну, я профессиональный архитектор. Я подумаю, как проект упростить, а ваш перерасход сократить. Дешевле это не всегда значит хуже. Фасадную мозаику можно заменить на жидкий камень. Композитный материал крепится к любой поверхности. Скажи, а вы вот эти стены смонтировали уже? Кажется, нет. Навскидку можем продлить вот это окно. Уберем перепад высот, и получится куб. Только у нас лепнина по проекту. Нет, нет, никакого декора. Только четкость линии и игра света. Понимаешь, чем лаконичнее форма, тем дороже внешний вид, и в разы дешевле конструктив. Ты мой ангел. А что это? А как насчет эксплуатируемой кровли? Это когда по крыше можно ходить. И цветы посадить, и качели сделать? Тогда уж лучше зона для барбекю. Ой, я совсем про ужин забыла. Вы наверняка голодные. Не волнуйся, Соня, я пиццу заказал. Самую лучшую с морепродуктами. О, курьер. Откроешь, Лис? Подожди, деньги возьми. А посмотри, сколько мелочи на комоде. Я онлайн оплатил. Так, заканчиваем работу. Устроим диванную вечеринку. Ура, вечеринка! Я не маленькая, я все уже видела. Смотри, конечно, только не в нашем доме. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нравится? Это великолепно! Я знал, что ты талантлива, но не подозревал, что настолько! Соня, я люблю тебя в сто раз сильнее, чем раньше. Мама! Мама все видит! Лиза! Лизонька, ты меня прости, что я тебе боль причинила. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, папа с мамой развелись. И мама уже, наверное, разлюбила Артема. Так что она, наверное, бы не расстроилась. Конечно, не расстроилась, а рассердилась. И я сержусь. Все родишься? Почему? Мама всегда говорила, что нет такой женщины, к которой подошел бы папа, как муж. А еще мама говорила, что ты лучше всех в мире. Папа не сможет о тебе позаботиться. Ты заслушиваешь настоящего принца. Детка, во взрослом мире принцев не существует. Конечно, существует, глупышка. Кофе или какао? Выбирай. И круассаны. Я не знал, с чем ты любишь, поэтому взял все, что были. Значит, здесь с черникой, с вишней и с миндалем. А обычные есть? Есть. Целых два. Вот они сверху лежат. Потому что я тоже люблю без всего. Ты меня позвал, чтобы завтраком кормить? Чтоб ты не ехал через весь город в отделение. Знаешь, я визировал Ольги на счета и вот что заметил. В начале каждого месяца на протяжении восьми лет Ольга приносила в банк одну и ту же сумму наличными. А за два дня до смерти она сняла все до последней копейки. Это огромные деньги. Откуда у нее столько? И куда все это делать? Соня, у меня к тебе одна просьба. Ты участок купил в Луши 30 километров от Вязи. Хочу дом построить. Нужен проект. Поможешь? Конечно. Я понимаю, я тебе сейчас не до этого, но мне не срочно. А чтоб ты не передумал, я тебе аванс оставлю. Ну, Глеб, но это не аванс. Это зарплата, да еще и с премией. Глеб. Нет. Извини. Алло? Что? Когда это случилось? Лиза в больнице. Только не сердись. Я сама виновата. Я знаю, что ничего нельзя решить кулаками. Ты что, подралась? В школе? Больно. Нет, обидно. Девчонки про маму говорили, что у нее тараканы в голове жили, и они ко мне переползут. Я так разозлилась, столкнула Светку, и она меня в ответ. Я с лестницы свалилась. Ты не сердишься? Очень сержусь на тех девчонок, что они тебя обидели и маму твою. Еще я очень испугалась. Хорошо, что все обошлось, да? Один ушиб и три ссадина. Сделаем прививку от столбника и можете забирать. Пройдите пока. Заполните разрешение на сестринский пункт. Что случилось? Ну, тут написано, что у Лизы третья группа крови. И? Ну, у Оли была первая, как и у меня. И у Артема тоже. А у первой и первой рождается только первой, да? Ты считаешь, Артем не отец Лизы? Так, Сона. Принеси мне расческу, либо зубную щетку Лизы. Попрошу парней сделать анализ ДНК. Анонимно. Смотри, это доктор, который к нам приходил. Надо, наверное, подойти поздороваться. Данила Алексеевич, добрый день. Здрасте. У нас все хорошо. Рекомендации выполняем. Я рад за вас. Блин, дурацкая ситуация. Я просто с коллегой проспорил. Теперь вот отрабатываю. Ну, вы, если что, звоните. А я пойду, а то меня там пациенты ждут. Всего доброго. До свидания. Да. Ну, надеюсь, людей он лечит лучше, чем полы моет. Пойдем. Ого. У нас что, операция под прикрытием? Праздник Мэрии ты забыл? Нам будут вручать грамоту за героическое спасение города от преступности. Хоть один день побудем нормальными людьми, а не рыбокопами. Заметил? Я надела костюм нормальной женщины. Ну, а ты будешь переодеваться в парня, который хоть иногда носит рубашки? Нин, давай без меня. Поразишь там всех от всего от дела. У меня еще сегодня столько дел, и все срочные. Прости. Да. Разреши? М Balин. Да. До центра. Бабуля, я торт купила. Красный бархат, твой любимый. Ну, совсем с ума сошла. Будто праздник какой. А давай у нас сегодня будет особенный вечер. И завтра тоже. И каждый день. Будем ценить жизнь и заботиться друг о друге. Ты про Олю подумала? Что, мы не сможем больше о ней заботиться? Вот, я тоже. Хотела сегодня на кладбище поехать. И не смогла. Что, плохо стало? Нет, зонтик сначала забыла. Вернулась. А дождя сегодня и не было. Потом на автобус опоздала. Вернулась расписание смотреть. И я поняла, что ищу предлоги, чтоб не ехать. Не могу туда и все. Да, я тоже все бегаю каждый день. Улыбаюсь. Делаю вид, что жизнь своим чередом идет. А сердце как бы заледенело. С самых похорон так и не оттаяло. Так было, когда мама ушла. А теперь вот Оля. Эта боль никогда не утихнет. Не будет жизни дальше. Сонечка. Жизнь приготовит тебе еще очень много сюрпризов. Поверь. Мы вместе переживем наше горе-внученька. Хочешь, я завтра к тебе приеду. Мы Олины вещи разберем. Знаешь, отнесем в церковь. Ей бы это понравилось. Все, она идет. Ты готова. Всем привет. А это что? Приглашаем вас на торжественное открытие комплекса новостроек. Пока игрушечного, но все равно очень красиво. Три, четыре. Ого. Какая красота. Это чудо-город. Это ты его придумала. Зато ты его раскрасила и оживила. Какие же вы у меня талантливые. Зато я сварил пельмени. Налетай. Извини, что так рано. Просто подумал, ты захочешь узнать все результаты экспертизы сразу, как только он будет готов. Что там? Я не смотрел. Решил, что я не имею права. Артем не отец Лизы. К сожалению. Ну как же так? Они же с Олей поженились только потому, что Оля забеременела. Они же с Олей поженились только потому, что Оля забеременела. Артем так Лизу любит. Я ему не смогу сказать. Его это убьет. Или поймет, что отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. А Лиза, бедная малышка, она же только что потеряла маму. Выходит, у нее и папы теперь нет. Она, наверное, должна знать правду. Ты бы как поступил? Я? Я бы сказал правду. Какой бы тяжелой она ни была. Да. Куда ты в такой районе ходила? Да я прогуляться в сад вышла. А я пробовал ходить сам. Сейчас. Подожди, у меня уже очень круто получается. Так. Внимание. Ой. Черт. Садись, садись. Почти. Черт. Тем, мне тебе нужно кое-что очень важное сказать. Платики какие шикарные. Невероятный вкус. Платики какие шикарные. И у тебя, Сонечка, вкус отменный, но несколько иной. Да я бабуль все время на людей оглядывалась. Что люди подумают, что люди скажут. Глупо это. Бабуля, с бельем что делать? В церковь-то не понесешь. Как такую красоту выкинуть? Одних не хватает. Красных. Ну, я помню, мы вместе покупали. Ты мне соврал. Ты изменял Галя. Изменял с Олей. С той же женщиной, с которой ты изменял мне. Серьезный разговор, значит. Я дурак, конечно, что сразу тебе не сказал. Я боялся, ты расстроишься. Я расстроилась. Я очень расстроилась. Все повторяется. Господи, да это изменой-то не назвать. Не устоял перед бывшей. Что? Ту ночь, когда Оля исчезла, она приезжала ко мне. Без предупреждения. Гали не было, она у родителей гостила. Я не знаю, что на нее нашла. То ли она пьяная была, то ли из катушек слетела совсем. Она бросилась на меня с порога. Про любовь твердила, про то, что вернуться хочет. Толкнула меня на диван, сама сверху. Все, я тебя умоляю, замолчи. Соня, я никогда ее такой страстной не видел. После секса она ушла, не сказав ни слова. Так, все, спасибо. Я все ж не буду. Соня! 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 Софья Викторовна, мне неприятно сообщать вам, но наша компания больше не может позволить себе ждать, пока вы решите свои семейные проблемы. Мы вынуждены взять на ваше место нового сотрудника. Контракт с вами расторгнут. О, доброе утро, босс. Привет, Нина. Подожди. Стой. А кто это у тебя? А, это медбрат из местной больницы. Кража наркотиков для продажи. Уже сидел по статье 228. Как только вышел, сразу же устроился в тепленькое местечко, поближе к наркоте. Понятно. Знаешь что, Нин, веди-ка его к нам. У меня к предприимчивому товарищу тоже пара вопросиков имеется. Разворачиваемся. Ой, черт. Тем, ну ты чего, на пробежку, что ли, собрался? Да я хотел продемонстрировать, что я еще хоть куда. Давай просядем. Просто у меня нет сил сидеть дома и знать, что ты совсем рядом и тебе плохо. Я ж не идиот, зная, что ты всю ночь плакала. Да, я снова тебя подвел. Но я и себя подвел. Соня, у меня проблемы. Мне нужна помощь. Я стараюсь, Тем. Я не могу сейчас каждый день ездить на стройку. Не могу контролировать собственный бизнес. Мне нужен надежный гендиректор. Человек, которому я могу доверять, способный вытащить мою фирму из болота. Ты что, мне предлагаешь эту должность? Это не предложение. Это чистой воды шантаж. Я не выживу, если ты мне откажешь. Что ты делаешь? Тем, что ты делаешь? Предложение. Да и я согласна быть твоим гендиректором. Я другое предложение делаю. У всех должен быть второй шанс. Подняться после падения. Играть в команде. Быть заодно в работе, дома. Любить и чувствовать себя любимым. Я умоляю дать мне этот шанс. Обоим нам. Я клянусь, что больше никогда не разочарую тебя. Умру, но сделаю тебя счастливой. Я не хочу, чтобы ты умирал. А стать моей женой? Хочешь? Ну, так вот, этот ваш Темыч. Артем Никонов? Ну, этот Никонов. Он сразу смекнул, с кем можно закрешиться из больничных. И халтурку мне предложил доктора изображать. А чем его настоящий врач не устраивал? Ну, так ведь он к нам приехал тупо с приступом невралгии. Витамины ему прописали и домой отпустили. Только он мадам своей втирал про инфаркт. Рожаловать пытался. Он мне денег до хрена выписывал. Ну, чтобы я ей втюхал, как правильно за ним ухаживать. Ну, она без вопросов и повелась. Ну, так что? Чистосердечное признание про этого идиота скостит мне срок за наркоту. Значит, Никонов абсолютно здоров. Да блин, абсолютно здоров. Просто скажи, что хочешь круто все изменить. Начать сначала. Ну, разве это возможно? Одно волшебное слово. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Соня нет. А когда? Понятия не имею. Ну, а если что-то хочешь сказать, не стесняйся, я передам. Я в курсе, что у тебя не было никакого инфаркта. Что ты лгал сегодня. Поэтому я ее дождусь. Потому что она имеет право знать правду. Ах, какое облегчение! Как же я задолбался круглосуточно хромать! Знаешь, как иногда хочется прилюдно размяться? Послушай. Нам не о чем с тобой разговаривать. Но ты же хочешь, чтобы у Сони все хорошо было? Хочешь? Ты даже не представляешь, какой она была несчастной все эти восемь лет. Как мучилась из-за меня. Понимаешь? Я хотел все исправить, но она же гордая слишком. Меня ни на шаг к себе не подпускала. И что мне было делать, сам посуди? Только так я мог рядом с ней оказаться. Для нее ведь смысл жизни – забота о близких. А для меня она смысл. Как мужик мужика, можешь меня понять? Меня вся эта философия не касается. Ну тогда руби чего уж там. Ружь все, добивай ее. Теперь свадьбу можно отменять. Свадьбу? Ну да. Она счастливая невеста, а ты второй раз ее брошенкой хочешь сделать. Как говорится, ни себе, ни людям. Ну как, бабушка поживает? Да уже начала мне шить свадебное платье. Привет, Глеб. Здравствуй. Ты чего не позвонил? Мимо проезжал? Ага. Мне пора уже. Всего не лучшего. Повтори. Одну минутку. Все в этом мире повторяется. И я повторю. Может, хватит? Точно хватит. Пожалуйста. Хватит сопли распускать. Таким, как я, не дано и точка. Я, знаешь, еще в детстве как-то шифровался изо всех сил. Думал, вот повзрослею. Заявлюсь крутым мужиком. В Академию МВД поступил ради нее. Что прям героем. Глеб, ты стал крутым мужиком и героем? А на последнем курсе совсем осмелел. Решил, рискну. Караулил ее возле института. Пожалуйста. Ну, чтоб типа там случайная встреча. А сам стою, кольцо в руке сжимаю, в кармане так, что аж пальца сводит. А она спокойно так заявляет между делом. Типа замуж выхожу за Никонова. И светится вся. Ну, я и заткнулся. Куда, думаю, я своим свиным рылом лезу, когда счастье у нее? Ну, вот и теперь у нее счастье. Я, вроде, радоваться за нее должен. Только на душе так, чтобы. Глеб, а как насчет собственного счастья? Ну, неужели ты думаешь, что твоя Соня достойна больше? Бегаешь со своей детской мечтой, а счастье за тобой бегает и никак поймать не может. Остановись, посмотри вокруг. У тебя все есть. И любовь совсем рядом. Та, которая не предаст и взамен ничего не попросит. Стоит лишь руку протянуть. Глеб. Можно уже? Нет. Пойдем. Не бойся, тут ровно. Еще пару шагов. Стой. Открывай. Вот она. Стройка века. Наш семейный бизнес. Как тебе? Ну, больше похоже на вековой недострой. А ты включи фантазию. Представь, как тут все будет. Тем, тут по отчетам должны идти финишные работы. Ими не пахнет. Почему ничего не происходит? Ну, видишь, ведь все заморожено пока. Тем, мне кажется, тебя подставляют. В твоей компании явно воруют. Разберемся. Вместе мы все преодолеем. Я тебе обещаю. Давай, поведу. Мою машину? А что? Разобью, новую куплю. Такую хочешь? Нет. Меня моя устраивает. Давай, включи. Держи. Номера поддельные. Их нет в базе. Он точно был здесь. Буквально час назад. Дождь все следы смыл. Что это за человек такой? Зачем ему такая секретность? Модель и номер кузова не зарегистрированы ни в Вязи, ни в области. Я теперь уверена, что владелец этого джипа не только любовник Оли, но и отец Лизы. И еще он контакт сволочи из Ольгиной телефона. И главный подозреваемый. Соня, я тебя сейчас попрошу о важном. Отнесись к этому серьезно. Ты должна прекратить поиски отца Лизы. Это становится очень опасно. И давай договоримся, если ты что-то заметишь, увидишь любая мелочь, ты сразу звонишь мне. Да? Да. Поехали. Поехали. Привет! Привет. Ну, как твои дела? Как день прошел? Все хорошо, мама. Пошли. Смотри, Лизка опять одна стоит. Нос от нас в вороте. Да она просто мамку ждет. Ну, ты скажешь. Не придет ее мама. Она ж умерла. А эта дура, никак не смириться, что одна осталась. Чего? Слабо ответь? Я не буду с вами драться. Это глупо. Вы глупые. Так это что такое? Вы что тут устроили, шпана? А ну, брысь отсюда. Завтра в школу с родителями. Шпана. Ушиблась. Так что давай. Ну, за что? Сколько лет в школе работаю, никак не привыкну к тому, какими жестокими бывают дети. Главное, сами сделают больно и даже не замечают это. Вам тоже кто-то сделал очень больно? Так, тебя это не касается. Поняла? Да и Бог кому-нибудь скажет. Извините, я немного опоздала. Здрасте. Ну, неорганизованность это у вас в крови. Это я уже заметила. Честно сказать, распущенность. Эй, ты чё такая грустная? Тебя девчонки, что ли, опять задирали? Да это не важно. А что тогда важно? В параллельном классе есть один парень, Никита. Я хочу научиться рисовать, как он. Он умеет и мелками, и акварелью. Способный очень. И нравится тебе. Ну и какая разница, все равно он на меня внимания не обращает. Потому что бездарности страшилище. Лиза, ты самая красивая и самая талантливая девочка на земле. Поняла? Да. Дамы, добрый вечер. Привет. Лизун, а ужин? У меня уроков много. Так завтра же суббота. На понедельник. Ну, ты позови, если помощь понадобится. Или меня. В конце концов, у нее отец есть. И довольно сообразительный. А ты чего приуныла? За стройку тревожишься? Да, немного. Вместе мы сила. Любую гору свернем. Я уверен, когда только поженимся, сразу настанет светлая волоса. Тема, нам надо еще обязательно пройтись по всем графикам, посмотреть, где дыры. И понять, что с этим делать. Давай в воскресенье. Сейчас уже поздно. А на завтра у меня большие планы. Какие еще планы, Тема? А это секрет. Соня, правда, отдохни. У тебя вид усталый. Маску сделай или массаж какой. Нужно, чтобы ты выглядела идеально. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Артем, ты почему мне не сказал, что договор на строительство заключен с мэрией? Что заказчик именно мэр? Ты понимаешь, что это значит? Мы можем поговорить с Жаниным мужем, с мэром. Попросить о переносе сроков и за это время все уладить. Хватит. Но это наш единственный выход. Иди спать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, не в буквальном смысле. Генеральная репетиция. Мы тебе сюрприз все вместе готовили. И платье помолочное я тебе шила лучше свадебного. А что будет по-настоящему? И ресторан, и гости, и клятвы в любви, и салюты. Как в театре. Прогон спектакля перед премьерой. Ну, гости и ресторан, это, наверное, очень дорого. А это того стоит. Ты того стоишь. Я хочу, чтобы о нашей любви узнал весь мир. Но решила начать с вас, дорогие друзья. Я подозреваю, что многие из вас собрались здесь ради еды и выпивки. Но вам придется подождать. Сейчас мы начнем репетицию нашей будущей церемонии. И я надеюсь, что вы выполните свои роли на сто процентов. На пятерку. А то на настоящую свадьбу можем и не пригласить. Но прежде, это очень важно, внимание, друзья. Я хочу сказать спасибо. Бесконечное спасибо своей невесте. Она подняла меня в буквальном смысле со смертного адра. Она поддерживает меня в моем бизнесе. Она моя путеводная звезда. Свети ярко, дорогая. И скажи нам, наконец, что ты обо всем этом думаешь. Я думаю... Я думаю, что все предопределено. И что нельзя спорить с судьбой. Пусть все будет так, как задумано свыше. Ну что ж, пора начинать. Вам повезло, что вы встретили друг друга. И, наконец, спустя столько лет обрели любовь. С этого момента все зависит от вас. Теперь семья, единая сила, которая должна справиться с любыми трудностями и пройти любые испытания. Вот и начались первые испытания. Нет, просто мы сократили официальную часть и сразу перешли к танцам. Помните, что нужно уметь жить для счастья любимого человека. А это огромный труд. Артем Никонова, согласны ли вы взять в жены Софьи Гордееву и быть с ней вместе в радости и в горе? Бесспорно, да. Софья Гордеева, согласны ли вы взять в мужья Артема Никонова и жить с ним вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, дарованных вам судьбой? Я не слышу. Да. Горько! А теперь веселье! Вы же понимаете, нужно сначала индексировать сумму и только потом банкротиться. Да я даже слушать об этом не желаю. Кем ты себя осомнил, а? Я не позволю, чтобы всякая шкура указывала мне, что делать. Ну, Максим Игоревич... Сомнись и сиди ровно. Я к бабу свою пришпорю. Одну шкуру ты уже не сдержал. Сейчас хоть не облажайся, блин. Глеб, я знаю, кто отец Лизы. Это просто чудовищно. Я не представляю, что мне теперь делать. Я тебе навстречу пошла. Не могла туда вернуться. Почему ты уверен, что это мэр? Глеб, это очень редкое и гадкое слово «шкура». Его мало кто использует, тем более и в разговоре, и в переписке. Я только поверить не могу, но неужели Оля встречалась со своим дядей? Восемь лет? Они некровные родственники. Да, но он ее старше в два раза. Он же муж Жанны. Поэтому они все так тщательно скрывали. Я его с детства знаю. Мне всегда казалось, что он хороший человек. Допускаю, что Максим в семье пытается быть симпатягой. Но я точно знаю, что мэр-коррупционер и связан с бандитами. Боже. Настолько любит власть, что утратил все свои принципы. Жалкий, алчный. Я годами пытался найти доказательства его преступлений. Но начальство пресекает все мои попытки. Никто не хочет давать показаний. Его весь город боится. Я не боюсь. Я должна с ним поговорить. Пусть он мне сам все объяснит. Сонь, это очень опасно. Он может тебе навредить. Жду от вас в проекте. О, а вот наша прекрасная невеста. Видимо, не такая прекрасная, как ее сестра Оля. Мама Лизы. Которая кем вам приходится? Внучатой племянницей? Или... Извините. У вас все хорошо? Да что с тобой, м? Вы и Оля были любовниками, да? Лиза, ваша дочь? Пойдем, милый. У меня есть для тебя особое поздравление. Пойдем, пойдем. Слушай, ты, в этот праздничный день желаю тебе заткнуться и никогда больше не вспоминать обо всей этой чуши. Не твоего ума это дело. Если твой поганый язык продолжит молоть эту чушь, я лично вырву его. Поняла? Поняла, шкура? Извините, что помешал, но не терпится спросить. Потанцуйте со мной. Я не собираюсь сдаваться. Я не отступлю только потому, что он мой дядька. Чёртов придурок. Чтоб тебе и бабу твою. Я... Сидеть. Это чудовище будет защищаться, Соня. Да, надо что-то придумать. Надо сделать ДНК-тест. У него в руке был бокал. Да, точно. Такой гнутый, с веточкой смородины. Видишь его где-нибудь? Оставь. Бутылку виски принеси мне. Хорошо. Вот бокал. Вижу. Пойдем. Я пойду там посмотрю. Вот он. Нашла. Давай его сюда. Глеб. Какая же ты красотка, а? Замуж собралась. По углам с любовником обнимаешься? А я ведь так и думала, что ты такая же гнилая, как твоя сестрица. Только вот что о нашей семье будут говорить, ты подумала? А вы бы лучше о муже, Соня. Глеб, не надо. Мне тебя очень жать, Жанна. Правда. Ты о чем? Пойдем. Живой? Слушай. Мы с тобой не чужие люди. Да, ну? Ты знаешь, у меня своих детей нет. Я все думаю, что с Лизкой будет. Так вот тебе сейчас в первую очередь надо найти нормальную, вторую мать. Чтобы не пример женщины был перед глазами, а не вот это... Черт знает что. Выпить хочешь? Не хочу. Ладно. Лучше ты от меня это узнаешь, чем от кого-нибудь другого. Сонька твоя со следователем путается. Я сама только что видела, они на кухне уединились. Хочешь, поди, посмотри, они еще там. Что ты лезешь? Везде это не твое дело. В смысле? У тебя есть за кем шпионить, вот выноси ему мозг. А заодно спроси, почему он тебя детьми не обеспечил, а у тебя на этой почве кукуха поехала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кхе-кхе-кхе! Есть закурить? День хреновый, Симфер! Симфер! Родная! Я дома! Привет, дорогой! Милая, что это? Салат. Тосканская весна, овощи-гриль и кунжут. Почему салат? Так ты же сам просел. Я? Да, ты сказал в ресторане, что переел и что надо что-то легкое. Легкое, а не безвкусное. Прости, пожалуйста. Нет, я что, растолстел? Начал заикаться? Трястись? Ты считаешь меня старым и больным? Нет, 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 ты прекрасный в физической форме. Пожалуйста, успокойся. Да! Хрен! Мне этот ЗОЖ! Я пожрать хочу, а не травы пожевать. Быстро! Что-то человеческое метнуло на стол, ясно? Давай! Давай! Поехали! Поехали! Тебе нельзя пить, ты же знаешь, почему ты на сообщение не отвечал? Тебе нельзя пить, ты же знаешь. Почему ты на сообщение не отвечал? Я беспокоилась. Где ты вообще был? Пусти. Телефон сел, надо было кое с кем встретиться в постройке. С кем? С Максимом? С мэром? Чего ты взяла? Я думала, ты собирался уговорить его передвинуть сроки сдачи объекта. И как бы я это сделал? Я что, приставал к нему на праздники, что ли? Ты же вроде с ним… Не общался я с ним, чего непонятного? Не нужна мне ничья помощь. Я сам со всем разберусь. Доброе утро. Просыпаемся. Что такое? У нас большие планы. Десять минут на сборы и выезжаем. Куда? В одно очень красивое место, называется Дальнее. Там чудесные пейзажи и одна художественная школа, в которой, кстати, учится Никита. Откуда ты знаешь? А я говорила с его мамой по телефону, и она мне рассказала, что именно там он научился рисовать. И, кстати, у него не сразу получалось хорошо. Но он очень трудился, и я уверена, что у тебя получится ничуть не хуже, чем у него. Я не поеду. Они поймут, что я ничего не умею и буду смеяться. Так. Единственное, что они поймут, что ты самая смелая девочка на свете. Понятно? Ну вот смотри, здесь надо мелкие носками. Видишь, какие у тебя широкие? Да, да. Давай помогу. Вон он, в красной жилетке. Он симпатичный. Здравствуйте. Здрасте. Мы пишем ротонду. Где ты хочешь стать? Где-нибудь с краю. С краю? Лиза, привет! Иди сюда! Ну давай, детка, твори. Он знает, как меня зовут. Да. Давай. Беги-беги. Вы забирайте дочку не меньше, чем через два часа. Хорошо? Хорошо. Давай помогу. Давай. Давай. Чего себе. Ты как здесь? Ну, у меня выходной. Решил провести время с пользой. Золотую рыбку поймал уже? Честно сказать, рыбак из меня. Никудышный. Просто люблю сюда приезжать, сил набраться. Места здесь замечательные. А это так, прикрытие, чтобы идиотом не сидеть. Да, здесь действительно даже дышится по-другому. Как будто все плохое осталось где-то позади, а впереди только хорошо и спокойно. Вот поэтому я здесь земли и купил. Ну и потому, что захолустье и продавались за копейки. То есть здесь твой участок, на котором ты строиться собираешься? Здесь недалеко. Правда, там заросло все, с незапамятных времен развалюха стоит какая-то. Так, срочно показывай мне свои владения. Так точно. Только с Настей машину отнесем. Помочь тебе? Нет, я справлюсь. Какая красота. Да, необыкновенная природа. Да я про дом. Шутишь? Древняя никому не нужная развалина. Снаружи сплошные прорехи, а внутри пустота. Почти как я, когда хондра накатывает. Глеб, ну ты что? Это такой редкий экземпляр. Срупы с корабельной сосны. Строили одним топором, без единого гвоздя, никаких других крепежей. Это старорусская техника. Таким любоваться можно вечно. А ты умеешь делать комплименты. Меня прямо гордость распирает, будто ты по мне прошлась. Надо сфотографировать на память перед сносом. Ты издеваешься? Это же преступление. Виновен, но у меня есть мягчающее обстоятельство. Я собираюсь здесь жить в мещанском комфорте. Будет тебе комфорт. Дом можно реконструировать. А хочешь, можешь забрать его себе? Я с удовольствием поселюсь в палатке у леса. Ну или вон, в баньке. А фундамент какой не знаешь? Ой, там огромный подвал. Можешь организовать себе винный погреб. Ключи-то есть? Знаешь, я настолько гостеприимный хозяин, что дверь не запираю. А на самом деле, она покосилась и больше не закрывается. Аккуратнее. Знаешь, наверное, не сегодня. Боюсь за Лизой опоздать. Да я тоже тороплюсь. Коллеге обещал помочь с ремонтом. Нине, тебя вот только провожу. Да, не надо. Да подожди, нам все равно по пути. А еще он обещал нарисовать ему портрет. По памяти. Представляешь? А что, если мы вырастем и поженимся? Так же бывает. Вот встретили еще в школе и любили друг друга до самой смерти. Лиза, ты будешь жить долго-долго. И очень счастлива. А с мужем или без, ты сама решишь. Но я хочу белое платье, как у принцессы, как у тебя будет. Да знаешь, я тут что-то подумала. Как-то я не очень хочу эту принцесскину свадьбу. Кренолины эти и сто гостей. Я на репетиции себя почувствовала самозванкой. Как будто у всех праздников меня пригласить забыли. Может, мы вообще чаепитие устроим? Ну так, для своих. Я, ты, бабушка Лена, ну и Артем. Точно. А еще можно папу не звать. Это как? Не выходи из него. Если бы ты его любила по-настоящему, ты бы не сомневалась. Думаешь, я не хочу за Артема замуж выйти? Угу. Ну, боишься всех подвести. Я-то на тебя точно не обижусь. Так и знай. Ну, может, ты и права. Может быть, мне время нужно, чтобы по себе разобраться. Слушай свое сердце и будь, что будет. Лиз, откуда в тебе такая недетская мудрость? Так мама всегда говорила. Ну и что это за алярюс? Что, на лобок потянула? Хватит фигней страдать. Тебе есть чем заняться. Наша компания участвует в тендере на застройку нового микрорайона. Нужен новый проект. Не обязательно реалистичный. Главное, удивить комиссию ультрасовременным стилем. А ты как собрался заниматься новым проектом, когда у тебя со старым такие проблемы? Выиграем, разберемся. Ты мне картинки нарисуй. Я в этих махинациях не собираюсь принимать участие. Это вранье. Это бизнес, Соня. Новые деньги, чтобы залатать старые дыры. Пирамида. Забота о благосостоянии нашей семьи. А у нас что, семья, Артем? Разве мы вместе обсуждаем все, решаем сообща? Вот только давай без этой бабской ереси. Хочешь скандалить? Давай завтра. Сегодня я просто хочу побыть дома и отдохнуть. Не догонишь, не догонишь. Нет, не догонишь, не догонишь. Давай быстрее. Ну, пока. Доброе утро, Глеб. Доброе утро, Глеб. Как, уже готов? Так быстро? Это точно? Нет, нет, извини. Я просто... Я как-то надеялась, что мы все-таки ошиблись. Бедная Лиза. Не догонишь, не догонишь! Сейчас догоню! Сюда, с Сарик! Все, пойдем. Я не расслышала. Повтори, пожалуйста. Максима, отец Лиза. Он будет отрицать отцовство, но мы можем сделать повторный ДНК-тест в области. Он не сможет повлиять на экспертизу. Как же так, Софьешка? Как он осмелился племянницу мучить? Почему Оля нам не сказала? Не знаю, наверное, боялась его. Или с Жанной не хотела связываться. Наверняка она стыдилась этого романа. Я даже не представляю, насколько она была несчастна. Наша девочка. Раз... с дядькой спуталась. Что ж вы делаете? Какие мерзители и сплетни. Ты будешь выгораживать своего подонка? Каким бы ни был мой муж, заделать вашей девке ребенка он не мог! Лиз, Лиз. Тихо, не смей. Так, говорись. А ты кто такая, чтобы мне указывать? Кто? Плаумная старуха, выжившая из ума, у которой дождь сбежал, у которой две внучки, на всю голову больные. Я не позволю вам сломать мою жизнь. Понятно? Не позволю. Я отнязю все, что у меня есть. Да у тебя ничего нет, кроме твоего притворства. Ты себе сама все выдумала. Всю свою идеальную жизнь. Ты не могла не знать, что твой муж конченая сволочь. Заткнись! Я тебя ненавижу, поняла? Я вас ненавижу, дряни. Да, Глеб. Я у бабушки. Нет, ничего не случилось. Не могу больше врать тебе. Все ужасно, просто кошмар. Жанна Никитична, помочь вам на стол накрыть? У вас что-то случилось? Уходите. Извините. Пошли его до своего дома! Глеб, прости, что я тебя дернула. Все уже в порядке. Бабушку я уложила и сама вроде успокоилась. А я нет. Как раз наоборот. Соня, я сейчас, возможно, наломаю дров. Но я не могу иначе. Просто не могу. Не могу тебя больше обманывать. Потому что нет такой ситуации, когда ложь во благо. Да, я тоже поняла, что каждый человек имеет право знать правду. Даже если это больно. Артем. Не было у него никакого сердечного приступа. Он выдумал, чтобы быть рядом с тобой. Подкупил медбрата, чтобы тот изобразил доктора. Нет, я его от счастья понимаю. Ради любви нужно многим пожертвовать. Кроме доверия. Я так считаю. Спасибо тебе. Спасибо за правду. Родная, я дома. Тридцать лет. Господи, тридцать лет. Я каждый вечер готовила тебе ужин. Даже когда болела. Даже когда знала, что ты не приедешь. что ты до утра у очередной любовницей. Спасибо. Я очень ценил наше взаимопонимание. Я же... Я же думала, что ты таким образом стресс снимаешь, что это ничего не значит для тебя. Именно так. А Оля, она твоя племянница. Как ты мог? Сожалею, что ты узнала об этом. Впрочем, она мертва. Проблемы больше нет. А Лиза? Лиза, твоя дочь. Я вижу ее каждый день. Как мне в глаза и смотреть? Через твои фирменные розовые очки, дорогая. Это кони. Тебе тоже нужно сбросить стресс. Смени кухню. Купи новые диваны. Ты уничтожаешь все вокруг себя. Все. Хотя ты права. Интерьер хорош. Будем ничего портить. Только лестницы крутоватые. Тяжело тебе пьяное будет подниматься. Можешь упасть, а шею сломать. Что? Хотя, вдовец. Не дурной статус для политика. Выигрышнее, чем отличный семьянин. У тебя есть 10 минут, чтобы привести себя в порядок и подать мне ужин. Думаешь, можно фасад в твоей программе дорисовать? Реальность приукрасить для ежегодного отчета. Каждый человек имеет право знать правду. Лиза не твоя дочь. Ее биологический отец Максим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Опять повелась, да? Скажи, я могу актером быть? Да я с самого начала знал, что Макс твою сестру обрюхатил Как думаешь, я первый заказ от мэрии получил? Просто так щенка безродного озолотили Это что, Максим придумал вас с Олей поженить? Чтобы на него не подумали? Нет, она сама меня в мужья выбрала У нее было право выбора Учитывая то, что он ее изнасиловал Потом избил до полусмерти, а потом еще запретил аборт делать А что, ты думаешь, она одна в вязи такая? Да он полгорода отымел, а потом деньгами заткнул Знаешь, там детей нормально родилось И все с чужими мужиками живут У него же имидж на первом месте Идеальный семьянин, блин Ну почему? Почему Оля столько лет с ним встречалась? А ты бы попробовала ему перечить? Она его до жути боялась Все его боятся! Деньги к тому же Знаешь, сколько ей каждый месяц денег он отваливал Мы, кстати, договорились не тратить их Чтобы Лизе потом на нормальную жизнь была Кто ее убил? Он? Ты? Прости Нет, нет, во мне страсти маловато Темпераментом не вышел Но спасти ее у меня был шанс Она приходила ко мне той ночью Сумку с деньгами принесла Ох, я ржал над ней Огромная сумка с целым состоянием С бабочками, с цветочками Как будто на тропический остров она собралась Дура, блин Оля, откупиться от тебя хотела? Да ей пофигу, на меня было Деньги хотела Максу вернуть Чтоб он ее отпустил из вязь Я сразу ей сказал, что это невозможно Все бабы должны при нем быть Она сразу орать стала, истерить Ну и потом сумку забрала и ушла куда-то Соня! Слушай, раз уж между нами такая близость вдруг образовалась Давай как взрослые Смотри, у нас и бизнес общий Ребенок готовый есть Можно без этого геморроя с младенцами обойтись Нам обоим удобно Прошлое забудем Поженимся Нет Я тебя не люблю И не любила никогда Спасибо сестре моей Она меня от страшной ошибки дважды уберегла Ты пожалеешь об этом? Доброе утро, племянница Разреши подвезти? Я лучше пешком Не очень хороший разговор у нас вышел последний Психанок, извини Давай попробуем еще раз Обсудим, что теперь делать с вашей девчонкой Сколько тебе надо? В смысле? Денег Учсти, я и так в твою сестру вбухал целое состояние Откупился за изнасилование? Черта с два Обоюдное согласие Она пела у нас на корпоративе Наклюкалась знатно Со мной увязалась В машину залезла И стала рыдать Ну, я ее Успокоил С кем не бывает Ты же ее дядя Ты же муж Жанны Брось В каждом браке свои законы Ранка предпочитает Не знать, чем я занят вне дома Ну, я, в свою очередь Тоже не любопытствую Сколько денег надо тратить на свои чайные клубы И прочую дурь Уже лучше бы детей нарожала Ей-богу Она не может С чего ты решила? Нет, ну Может быть Сейчас она уже и не может Но Она и раньше-то не особо хотела Милый Давай поживем для себя Сначала сделай карьеру Сама знаешь Что потом это никогда Ты поэтому и решила С десяток детей Завести на стороне? Понимаешь Проблемка есть Одни девки рождаются Видимо, не тех баб пользую Займешься для меня производством? Ну, как проект богатый Старевье Наследник нужно Вижу, ты пока не готова Я поверить не могу Что Оля столько лет Каждую неделю Садилась в твой черный джип И ты ее успокаивал? Совсем дура Я ж тебе объяснил Секс был один раз У меня отработанная схема Залетела Пошла замуж Я личные контакты Ни с кем не поддерживаю Деньги передает Моя помощница Джипа у меня никогда не было Предпочитая седаны Про джип, кстати Можешь своего тюмыча спросить? У него там на балансе Вроде какой-то Болтается В его этой фирме Отмывочной Это ты ее убил Когда она деньги Откупные привезла Куда? В Новгород Баню Мы там с областными Чиновниками Знатно попарились После форума Я помню Стопроцентное алиби Подытожим Меня жаба душила Плати тебе за молчание Но ты жуть Как принципиальная И будешь молчать Бесплатно А ты будешь молчать Поверь А ты что? Вязя Очень хреновая Дорожная ситуация Не знала? Около 30 ДТП в месяц Женщин часто сбивают Иногда летально У школы аварии случаются Там переход неудобный Домой пойдешь пешком И хорошенько Обо всем подумай Глеб Я не позволю тебе Совершить эту глупость Я твой друг Дружище Я три года Собирал материалы На мэра И каждый раз Возбуждение дела Мне отказывали С формулировкой Отсутствие оснований Если наше начальство В упор не видит То я думаю У коллег в области Проблем со зрением поменьше Да, то ты не понимаешь Кому ты собираешься Перейти дорогу Глеб Я люблю тебя Остановись, пожалуйста Нин Ты очень важный для меня человек Мы отличные напарники Но мы не пар Невозможно заставить Себя полюбить Моей любви хватит На нас двоих Так нечестно Ты заслуживаешь Лучшего мужа А я Да я тебя разочарую Куда же вы теперь девочки Доберемся до Новгорода Я квартиру сниму Я работу новую найду Бабуля, я тебя умоляю Поехали с нами Я никуда не поеду Я буду вам обуза Бабушка Ну какой обузой Ну что ты говоришь Вязя прошла вся моя жизнь Здесь я и была А ты, Соня Уезжай Беги Позаботься о Лизе И помни Я любила вас Как мать Любила Больше себя самой Дорогая Машенька Прости меня Я не сберегла Твою уленьку Я не смогла Защитить Соню И Лизу Я виновата Перед тобой Доченька Но я люблю тебя Так сильно Что ни на секунду Не перестаю О тебе думать Ты сделаешь только хуже Твою уленьку Ага И повесили злоупотребление Служебным положением Медбрата Наркодилера Помнишь Так вот Он по первой отмашке Написал на меня заявление Якобы я его Избивал во время допроса Начальство тебя Компрометирует Но чтобы областной следком Серьезно воспринял Расследование Против мэра Да Ты была права У него везде Свои осведомители А что теперь будет? Тебя назначили Старшие отделы Я уйду за тобой Нет, Нина Для всех будет полезнее Если ты останешься здесь Ты отличный следователь Значит Я сделаю все Чтобы тебя вернули на место Если надо Я пойду на подлость Нин Ты самый принципиальный человек Из всех, кого я знаю Не надо переходить На темную сторону Мой отец Честно прослужил всю жизнь Но на квартиру Так и не накопил Умер в съемной комнатушке А я ему обещала Что буду жить по совести Ну а вот как жить Когда все играют не по правилам Когда власть и деньги Решают все Это еще не конец Ты телефон мой не видела? Ладно 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все Прощайся, сестричка Любимой моей Соне и Оле Иногда судьба разъединяет Самых близких людей Знаете, я каждый день Думаю о вас Доченьки мои Я тоскую и вспоминаю Как мы втроем Любили засыпать Обнявшись И клялись друг к другу Что будем смотреть Одинаковые сны Сейчас я редко вижу сны Каждый вечер я мечтаю Что мне приснитесь Вы и моей девочке Что в этом сне Мы будем разговаривать Обо всем на свете Смеяться И никогда больше не расстанемся Бесконечно любящая вас Мама Аппарат абонента выключен Оставьте сообщение После сигнала Глеб Привет Не могу дозвониться до тебя Я хотела сказать Я сейчас заберу Лизу из школы И мы уедем Надолго Навсегда Ты был единственным человеком С которым я себя чувствовала защищенной Ты мне стал очень близок Надеюсь, мы еще встретимся Ну все Мне пора Субтитры сделал DimaTorzok Старший следователь Старчак Софья Викторовна В полиции заведено уголовное дело О хищении компании Ситистрой При выполнении госзаказа На возведение многоэтажного Жилого комплекса Вот постановление на обыск В вашем доме Вы являетесь подозреваемым В мошеннических действиях В особо крупном размере Да Да, вы генеральный директор компании Мы в курсе Нина, ты же Вы же знаете Прости, дело спущено сверху Юридически все логично Ты злонамеренно стала генеральным директором компании Чтобы твой жених Никонов избежал ответственности И ушел от долгов Это сговор организованной группы лиц Семь лет заключения, Софья Это потому что я разозлила мэра, да? Ко мне приставили оперов-стукачей Они будут докладывать о каждом моей ошибке Я должна все сделать идеально Иначе мне вышвырнуть так же, как и Глеба И я не смогу тебе помочь Пойдем Софья Викторовна А вы планировали куда-то уехать? А ваш соучастник Никонов Собирался уехать с вами? Кто? Артем? Да? Нет, он в своей комнате Ушел, зараза Пойдем Пойдем Любопытно Похожая сумка с крупной суммой денег По словам свидетелей Была у Ольги в ночь убийства Как она сюда попала? Я не знаю Вам знаком этот телефон? Нет Звонки на один и тот же номер Имеется длительная переписка С этим же номером Ольга, ответь мне А то пожалеешь Такая шкура как-то не заслуживает Хорошего отношения Как была шкурой Так ей и умрешь Контакт сволочи В Ольгином телефоне Это Никонов Он ей угрожал И вероятнее всего убил У нас слово шкура Ну да, редкое оскорбление Вероятно у кого-то Позаимствовали Надо срочно Разослать ориентировку На Никонову По всем постам ДПС Сделаешь? Угу Что происходит? Мне страшно Вы подождите на улице Только не уходите С участка, ладно? Пойдем Соня, привет Телефон потерял Новый купил Оказывается, твой номер Единственное, что я помню Глеб У нас в доме обыск Артем сбежал Нина говорит, что Это он убил Олю А я сяду в тюрьму Мне четко объяснили Что ее нужно закрыть Под любым предлогом И если это сделала не я То найдется кто-нибудь другой Да, Максим, похоже Совсем с катушек слетел Да, и новые улики против Никона Все усугубляют Слушай, если ее хотят судить О статье о мошенничестве То соучастие в убийстве Тоже могут приплести Ну, для надежности Что? Требуют немедленно Арестовать Гордееву Этому не бывать Так, слушай Если она попытается сбежать Это только усугубит ее положение А если ты вдруг решишь ей помочь Ты сам пойдешь под уголовку Вас обоих объявят в розыск Не сразу В течение суток Ладно, я попытаюсь Подтянуть этот процесс Два дня у вас есть Спасибо Спасибо, Нина Касаткин Что там у тебя? Заканчиваем Поехали Сейчас же Ну, подожди Мне надо что-то собрать У меня вещей никаких нет У меня вот только это Ну, ты прям как маленькая Тебе же сказали Срочно Это, Лиз, моя любимая крепость Простите за неудобства Но об этом месте Точно никто не знает Здесь мы в безопасности А у принца есть план Как спасти принцессу? Ну, пока пару Черновых вариантов Но я верю, что в жизни Как и в сказке Добро обязательно победит зло Угу Ну что, пошли в дом? Ну вот Засов я починил Отлично Давай Я должен уехать Максимум на час Телефон не включайте, пожалуйста Никуда не выходите И двери никому не открывайте Никому, кроме тебя Точно Это прям как в фильме Про супергероев А тебе можно доверить Супергеройскую миссию? Угу Смотри Здесь гнилые доски Если на них наступить То можно провалиться в подвал Твоя миссия Будет заключаться в том Чтобы твоя тетя Эту пропасть Обходила стороной Угу Угу Займет она Возвращайся поскорее, Глеб Пожалуйста Постарайся Глеб классный Он тебе подходит Не то, что папа Как ты сейчас можешь думать об этом? Меня Никита научил Нельзя нервничать Если ничего не можешь изменить А если и можешь Ты нервничать тоже глупо А знаешь, Лиз Я вот сейчас совсем не нервничаю Наоборот, так спокойно Как будто мы втроем В поход отправились Да, это настоящее приключение Только Что такое? Воскресенье занятия В художественной школе Мы все должны подготовить рисунки Ну, здесь недалеко Что-нибудь придумаем Там машина Это Глеб Ну все Постель практически готова Уснула наконец-то Столько впечатлений Держи Спасибо Лиза чудесная И она тебя очень любит Я ее тоже очень люблю Больше всех на свете Да, если бы меня Так кто-то в детстве любил Возможно, сейчас Все было бы иначе Нет, ты не думай Я не жалуюсь Просто не видел никогда Как это Любить Не было перед глазами Нормальных отношений Я ведь понятия не имел Как мужчина должен Ухаживать за женщиной Каково это быть По-настоящему Близкими людьми Ты поэтому В школе Таким одиночкой был Мы-то думали Ты нос задираешь Да ты чего Я так рабел Думал У меня Сердце из груди выскочит Я ведь не знал Как подойти Как заговорить Думал Со мной Никто дружить не будет Я ведь Без рода Без племени Сирота Убогая Ты извини Что Я тогда Как-то Не почувствовала Не понимала Как тебе тяжело Это ты Прости меня Что Не набрался смелости Признаться тебе Что был влюблен В тебя по уши Учился на пятерке Только для того Чтоб Перед тобой Стыдно не было Шпаной не стал Благодаря тебе Ой Да я никогда в жизни Не поверю Что ты бы стал шпаной Ну Ты же всегда был особенный Всегда умнее всех нас Ой А помнишь Как мы с студентами В Новгороде столкнулись Ты такой элегантный был У меня прям Земля из-под ног ушла Если б ты мне тогда Руку протянул Я б наверное И голову потеряла А я ведь тогда Специально приехал Так много хотел тебе сказать А чего же не сказать Сказал Сбежал Прости Что случилось Да жарко у костра Пойду освежусь Подожди Глеб То что ты хотел сказать мне тогда Скажи теперь Я люблю тебя И всегда буду любить Доброе утро Доброе утро Ваш аперитив Твой Держи Это тебе Божественный нектар Прошу к столу Сегодня в нашем меню Запеченный картофель на костре Кексы в апельсинах И фруктовый И фруктовый салат А Обалдеть Где ты такому научился Я тоже хочу Так вкусно Доброе утро Лёд. Да. Что значит исчезли? Далеко не уйдут. Ищите. Если узнаешь что-то про свою племянницу, её девчонку, сразу мне сообщи. Смотри, смотри, летит, к облакам летит. Возвращаем вам управление воздушным судном, командир. Спасибо. Ура! Глеб, я знаю, что нам мобильными пользоваться нельзя. Но я за бабушку очень беспокоюсь. Я когда уезжала, она совсем слабая была. А что, если ей ещё хуже станет? Я вчера ещё один телефон купил. Бабушке номер наизусть помнишь? Алло, бабулечка, это я, Соня. Кто приходил? И что он сказал? А ты? Бабуль, я тебя очень прошу, держись. Мы обязательно скоро всё решим. Максим приходил, пытал бабушку. Пытался узнать, где мы. Ей плохо стало, у неё давление подскочило. Скорая приезжала. Её хотели в больницу забрать. Она отказалась. Ты должна её видеть. Дорогая Машенька, прости меня. Я не сберегла твою Оленьку. Я не смогла защитить Соню и Лизу. Редактор с inferIым. Бабуль Редактор с domu Мат Leave Редактор с мужем Ледактор с ним Это ты писала? И подарки тоже ты отправляла? Поэтому мама всегда угадывала, что мы хотели. Не представляешь, как мне сложно было вам врать. Зачем? Не могла признать, что твоя дочь чудовище? Не смей так говорить о матери. Маша узнала о своем диагнозе за день до тридцатилетия. Никаких шансов вылечиться. Она так вас отчаянно любила, что даже не заплакала. Вдруг бы вы увидели ее слезы и расстроились. Мы говорили всю ночь. И еще много ночей. Маша уверяла меня, что ее ангелы, Соня и Оля не должны слышать, как она кричит от боли. Не должны видеть ее в гробу. Пусть лучше думают, что она уехала. Пусть злятся, но верят, что жива. А я слабая. Я слабее своей дочи. Я рыдала. Я висела на ней. Я умоляла остаться. А потом приняла ее выбор, как она приняла свою жестокую судьбу. Она уехала в Новгород, в больницу. А я осталась играть свою роль. Двадцать четыре. Она написала двадцать четыре письма. Сколько успела. Потом, да. Эти письма писала я. Вы их ждали. Я читала их каждый вечер и обещала, что мама вернется. А потом представляла, как разом оборву весь этот ужас. Но я выжила. Благодаря вам. Вы спасли меня, мои девочки. Бабулечка любимая, моя родная. Ты все правильно сделала. Ты самая лучшая. Ты самая родная. Ты и мама, и бабушка нам. Я тебя очень люблю. О, Ахтюбинск. Ковров. Весь. Жанна Никитична. Какая встреча? А я тут прогуливаюсь, вижу. Вы идете, плывете, как лебедь. Да я-то плыву кое-как. А вот вы, Сонька, уже давно тонете. Думаешь, я не знаю, что вас обоих полиция ищет? Судя по тому, как ты тут паясничаешь, баба твоя здесь уже давно. А если я умолчу об этом, у меня проблемы будут. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ты же хорошая, пожалейте Соню. Она вам родная, она вас любит. А дядя Максим никого не любит. Девочка моя, беги в машину, ладно? Приведи себя в порядок. Иди, Лиза. Я ведь тоже всегда дочку хотела. Такую нежную, красивую, как Лиза. А Максим все параноил. Зачем нам дети? Свободу потеряем. Враги и достанут. Что мне у враги? Себе надо было думать. А теперь что? Для кого жить? Пустота одна. Хватит. Приехали. Как они нас нашли? Я их позвал. Нине можно доверять. Пойдем. Привет. Привет. Давай. Привет. Привет, Нина. Я завтра вам маленький генератор привезу так, что будет у вас электричество. Ну, а пока... Можно педали крутить. Так. Опа. Ну что, нравится? Спасибо, Нин. Так, давай пакеты. Мы пока с едой разберемся, а ты колеса накачай. Ну что, Лиз, качаем колеса? Нин, я понимаю, в какой ты сейчас сложной ситуации, как тебе непросто. И чем ты рискуешь? Если ты думаешь, что я буду из кожи вон лезть, чтобы отбить в тебя мужика, то это бесполезно. Ему только ты нужна. Глеб мой лучший друг, а я его выбор уважаю. Тем более, для меня это намного ценнее любой сопливой романтики. Слушай, а у тебя есть лучшая подруга? Сестра. Была. А как насчет меня? Может, попробуем? Я не стала говорить Соне, но очень скоро Максим и здесь вас найдет. Так что нужно думать, как быть дальше. Расслабься. У меня появился осведомитель. Завтра я заберу компромат на мэра. От такого нигде не откреститься. Поздравляю. Я договорился с областным следаком. Как только получу документы, сразу к ним. Да, но ориентировка на твою машину на всех постах и портрет в базах. Слушай, а давай я встречусь с этим человеком и все отвезу? Угу. Кого-то ждете? Нет. Просто гуляю. Я от Глеба. Почему он сам не пришел? Он обещал лично быть. Вы все принесли? Я выкрала код этого сейфа. Скопировала все самое необходимое вот здесь. Тут реквизиты его левых счетов, список контор, вроде Некановской, для отмывания госбюджета. А также схемы увода налогов и правства пенсии. Он скоро сядет в тюрьму. Вопрос нескольких дней. За несколько дней он меня успеет убить, если узнает. Обещаю. Вас он не убьет. А ты думал, как мы будем дальше? Ну, когда все закончится. А как ты захочешь, так и заживем. Да я даже не знаю. Я всегда делала то, что нужно, а не то, что я хотела. А в детстве ты о чем мечтала? О собаке. Заведем двух. Да. И они будут жить с нами в огромном доме. Для самой большой семьи. Так, чтобы все вместе. И бабушка, и дети. И потом внуки. Чтобы в доме всегда были гости. И всегда был детский смех. И полная кутерьма. Обожаю кутерьму. Компромат на вас. Самое жестокое из того, что удавалось добыть. Кто собрал эти пакости? Софья Гордеева. Вероятно, взломала ваш сейф. Хотела отправить это в областной следственный комитет. Это ее тупой хахать, следак на Уськову. Ну, он не безнадежен, Максим Геннадьевич? Да черт с ним. Разберешься с ними обоими. Только не так топорно, как с ее сестрой. Без ящи не надо. Банальный несчастный случай. Так, чтобы ни у кого никаких подозрений. А с девчонкой как быть? Ну, мы ж не изуверы, ей-богу. Ты строишь ее в детский дом. Или нет? Лучше пусть ее Темыч забирает. И чтоб я его больше не видел. Накосячил дядь. Ты очень вовремя на него повесила убийство для верности. Так что теперь пусть он уезжает куда подальше. И сам решает, что с ней делать. Ну, почему я должен думать за всяких придурков? У меня своих забот. Полон рот. Ладно. Все, давай. Слушай, а ВСК вообще офигели по полной. Планируют спецоперацию. Завтра наш мэр и его арест на всех телеканалах страны. Обалдеть. Я сам до конца не верил. Привет. Соня, давай к нам. Я лучшее вино во всей вязи раздобыла. Ой, да ребят, вы начинайте без меня. Я вон Лизу поведу сейчас на занятия по рисованию. А. То есть вы совсем безбашенные, да? Вам еще сутки нигде нельзя светиться. Вы хотите спецоперацию сорвать? Я специально машину за лесом оставила. Ладно. Давайте я отведу. Давай. А вы пока начинайте дегустировать. Спасибо, Нин. Угу. Тут короче пути есть. На машине быстрее. Разве это ваша машина? Наша, наша. Не, я пешком пойду. Так, давай без лишних слов, а? Не хочу. Мне надо. Спустите. Сидеть я сказала. Папа? Открой, выпусти меня. Прости, Лизон, не могу. Сиди. Кажется, ночью будет гроза. Да. Очень душно. Ждно голову окружнуть. Ты чего? Соня. 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 Зловость ужасная. Слабость – это запасть на конченую дуру. Ну, а то, что вы сейчас ощущаете, это эффект от сильнейшего седативного. Вызывает паралич, не имеет язык. На тридцать минут, но в вашем случае это вечность. Вино. Спасибо нашему умнику из больницы. Снабдил меня наркотой. Научил, как шприц в пробку втыкать. Это всего лишь за одно условно-досрочное. Знала бы раньше, что я бы меньше мучилась. Что? Что? Что говоришь, подруга? Я умница, да? Убить. Так что же мы все обо мне-то обо мне, а? Давай, соберись. Тебе же нужно со своим Ромео попрощаться. Трогательно сыграть финал вашей мелодрамы. Угу. Молодцы. Так трогательно. Сейчас заплачу. А нет, не заплачу. А знаешь, почему? Потому что ты во всем виноват, идиотина. Ты вот когда между мной и этой еродивой ее выбрал, ты меня этим так оскорбил. Я вот прям выбесилась вся. Так что, гори оно все синим пламенем. Куда мы едем? Не знаю. Лишь бы подальше от Вязи. Зачем? А мы устроим большое сказочное приключение. Выберем новые имена, занятия по душе, заживем. Я не хочу с тобой жить. Мала еще не хотеть. Я решать буду, я твой отец. А вот и нет. Ты это о чем? Мне мама давно рассказала, что ты не мой папа. А если по крови смотреть, то у меня вообще нет папы. Я маме пообещала секрет хранить. Она думала, что ты еще можешь стать хорошим папой, чтобы любить больше, чем себя. Она так и сказала. Лиза, дай ему шанс. Останови, пожалуйста, я в туалет хочу. На шоссе нельзя останавливаться. Я сейчас записываюсь. Ладно, тормознем где-нибудь. Смотри, что я без фокусов, ладно? Угу. Все знает. Все здесь я был, как? Дяденьки, дяденьки. Капец, блин. Покажи, не обманываешь? Нет, не обманываю. Ну, успокойся, успокойся, замолуйся. Успокойся, не бойся ничего. Так, гражданин. Будь по-твоему малышка, не плачь только. Кем вы приходитесь к ребенку? Я хочу признаться в похищении ребенка. Так. И это еще не самое интересное. Черт, огонь потух. Прям как ваша страсть. Нет спичек? А? Ну что ты на меня уставился? Не нравлюсь тебе? Потерпи, это скоро закончится. Там. Там. Что там? Что там? Ведро. Там? В ведре, что ли? Да. Благородства у тебя не отнять. Только это скорее слабоумие. Чем осталось? Не двигаться! Помогите! Соня, Соня! Что здесь? Вы целы? Соня! Там глубоко! Соня! 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 Протокол задержания. Просили передать начальнику отделения. Не привык еще к новой должности. Вчера только назначил. Поздравляю! О вашем деле уже вся область наслышана. Давай. Скажи мне, что он надолго сядет. Лет на десять, не меньше. Хорошо бы лет по десять за каждую женщину, которую он жизнь сломал. Послушай, скажи мне правду. Неужели это он сам Ольгу с моста? Нет. У него был преданный слуга. Смотрите. Я, Нина Игоревна Старчак, признаюсь в убийстве Ольги Гордеевой. Но если здраво рассудить, ее собственная глупость убила. О, Господи. Она жила припеваючи на дотации мэра. Я лично ей привозила к Рублингу суммы денег. Муж ее, фиктивный Никонов, к ней не лез. Она сама признавалась, что секса у них не было, и мучилась совестью перед сестрой. Ночью, третьего числа, Гордеева приехала к Никонову. Никонов в тот вечер выпил лишнего и решил восстановить статус-кво. Подробности я не знаю. Но он изнасиловал Гордеева. Она взбеленилась, заявилась в полицию. Я в тот день дежурила. Я пыталась ей объяснить, что писать заявление на бывшего мужа глупо. Тогда я посадила ее в машину, убедив в том, что мы едем во всем разбираться. Мы остановились на мосту. Сказала, что машина сломалась. И толкнула Гордееву вниз. Все ее вещи остались в машине. А когда мой напарник Кудрявцев отказался признавать гибель Гордеевой самоубийством, я подкинула деньги и телефон Максима Никонову. Мне надо было выгородить мэра. Он переписывался с Ольгой с левого номера, и их переписка могла вскрыться через сотового оператора. Никонов был идеальным козлом упущения. Простите, мне пора ехать. Жанна Никитична, если вам тут одной тяжело будет, можете к нам переехать. В деревне поживете, сил наберетесь. Невеста моя против не будет. Дуня, дай, дай. Молодец, молодец. Дуня, Дуня. Дуня, Дуня. Дуня, опора. Птичка была очень умная, и она догадалась, как несчастная принцесса… Бабулечка, как вы тут у меня, мои хорошие. Мой куколка. Давай, давай, я понесу, я понесу. Пожалуйста, лимонад. Спасибо. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо дочкой. Дуня. 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 Ну, как вы тут без меня? Справляетесь? Глеб, у нас тут такое творится. У нас тут полная кутерьма. Угу, я уже саду. Вот. Угу, я прелагаю! Дуня. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok